Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз, в студии я, Арина Михайлова. Итак, сегодня выпуски. Делегация Казанского федерального университета в Японию. В университетской клинике КФУ успешно прооперирован пациент с тяжелым заболеванием. Обзор новостей Казанского университета. Делегация Казанского федерального университета в составе ректора Ильшата Гафурова и проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского находится с визитом Японии. Делегация Казанского федерального университета в составе ректора Ильшата Гафурова и проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского находится с визитом в Японии, приуроченного к участию в форуме «Наука и технологии в обществе-2019». В первый день визита ректор КФУ Ильшат Гафуров провел две деловые встречи в Токио – переговоры в медицинской компании G-Shangri La Medical и в Токийском университете. Казанский федеральный университет тесно связан со страной восходящего солнца. У истоков сотрудничества КФУ и университетов Японии стоит проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Еще в конце 90-х начали налаживаться контакты сначала по физике, а затем перечень проектов расширился и по другим областям. Именно тогда было подписано соглашение о сотрудничестве и студенческом обмене между канадзавским и казанским университетами. Стратегическим же партнером ВУЗа, начиная с 2008 года, является Исследовательский институт РИКЕН, занимающийся исследованием широкого диапазона – физика, химия, биология, медицинские исследования, инженерия и компьютерная техника. В 2011 году ректор Казанского университета Ильшат Гафуров лично посетил научно-исследовательский институт РИКЕН для более детального ознакомления с его деятельностью. С этого момента развитие сотрудничества двух университетов стало принимать все более динамичный характер. Благодаря совместной работе Казанского федерального университета и РИКЕН появилась возможность партнерства со многими ВУЗами Японии по различным направлениям. В 2015 году в рамках визитов КФУ университета Джунтенда было озвучено решение перенять опыт Казанского университета в создании симуляционного центра. В это время в Японии симуляционная медицина находилась на начальной стадии развития. Именно поэтому японских коллег заинтересовал российский опыт. В октябре 2016 года состоялся ответный визит президента университета Канадзавы Коецу Ямадзаки в Казанский федеральный университет. Визит проходил в преддверии встречи ректоров ведущих университетов России и Японии в Москве. Высокий уровень партнерства КФУ с японскими университетами был продемонстрирован тем фактом, что перечень совместных проектов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и РИКЕН вошел в специальный выпуск правительственного информационного сборника «Вия Атомодочия», посвященного сотрудничеству Японии и России и опубликованного в преддверии визита в Японию в декабре 2016 года президента Российской Федерации Владимира Путина. Благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустама Миниханова в 2017 году сотрудничество между Казанским федеральным университетом и Японским институтом РИКЕН вошло на качественно новый уровень развития. Заработал центр КФУ в РИКЕН, в котором уже прошли стажировку врачи университетской клиники и сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. А в августе этого же года было получено подтверждение от университета Канадзавы о выигрыше совместной заявке КФУ университета Канадзавы РИКЕН по программе грантов «Подготовка лидеров будущего» Министерства образования, культуры, спорт, науки Японии. 26 сентября 2019 года на площадке Московского государственного университета имени Ломоносова открылся третий международный форум ректоров университетов России и Японии. Всего в форуме участвовало около 190 ректоров и проректоров вышеучебных заведений двух стран. Российская Федерация представлена 26 вузами, Япония – 30. В планах ректора КФУ Ильшата Гафурова посетить с ответным визитом университет Кендай. Напомним, что буквально на днях президент университета Кендай Йошихиха Хасой побывал в нашем университете и встретился с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Лилия Талипова, Универньюс. В университетской клинике КФУ была проведена сложная операция. Сосуды пациента, которые питают кишечник, желудок, поджелудочную железу и печень, не работали. О результатах операции расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. 20 сентября в университетскую клинику Казанского федерального университета поступил больной сильными болями в животе. У него была обнаружена достаточно редкая патология. Врачи поставили диагноз – абдоминальная ишемическая болезнь. Это заболевание, в основе которого лежит нарушение кровоснабжения органов пищеварения. Мы провели самое современное обследование. Выявилось, что у него два основных сосуда, которые питают кишечник, поджелудок, поджелудочную железу, печень, не работают. На брюшной аорте при ангиографии устья сосудов, отходящих к органам брюшной полости, отсутствовали. Врачами было принято решение оперировать пациента, потому что другие современные методы, такие как стентирование, балонирование кровеносных сосудов, были невозможны из-за сложности диагноза. Во время операции врачи удалили из устья сосудов атеросклеротические бляшки и сделали расширение аутовены. Во время операции мы выделили верхнюю брыжечную артерию, раскрыли ее, убрали атеросклеротические бляшки изнутри на протяжении 3 сантиметров, взяли вену с ноги и сделали аутопластику. Пациент почти ничего не ел около 4 месяцев, из-за чего очень сильно похудел. Сперва немножко было, выпью, успокаиваю таблетки. Вроде затихало, потом все хуже, хуже, хуже. Когда вот только поем, начинаются резкие боли сразу. Пища не переваривалась. Основные рекомендации от врача это снижение холестерина, лечение препаратами, разжижение крови. На сегодняшний день ограничений со стороны врача по диете нет. Пациент ест хорошо. Это все работает прекрасно и она аускультативна, то есть с помощью фондоскопа можно определить, что она работает, там шум есть. И мы сделали УЗИ, на УЗИ там тоже проходимость этой артерии очень хорошая. Пациент отмечает, что чувствует себя после операции прекрасно. Сейчас, конечно, стало лучше, легче то, что было до операции. От наркоза отошел, нормально стало. Спасибо им большое, врачам. Врач университетской клиники КФУ отмечает четыре основные фактора развития такого диагноза. Это возраст, склонность к повышенному холестерину, табакокурению и неорганизованные приемы алкоголя. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. О том, какие еще события прошли в Казанском федеральном университете, смотрите в нашем обзоре. Президент Татарстана Рустам Мениханов вручил государственные награды и грамоты 80 лучшим учителям республики, среди которых учителя IT-лицея, лицея имени Лобачевского и профессора КФУ. Так, благодарность президента Республики Татарстан была выражена преподавателю-организатору ОБЖ, учителю географии IT-лицея КФУ Александру Куликову. Государственная премия Республики Татарстан имени Мирзы Махмутова была вручена профессору кафедры дошкольного образования Института психологии и образования КФУ Валериана Губдулхакову, учителю химии IT-лицея КФУ Фиделье Халиковой, премия имени Каюма Насари, профессору кафедры химического образования Химического института имени Бутлера ВКФУ Фариду Ямбушеву. Победителями конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 году стали учитель географии лицея имени Лобачевского ВКФУ Гульнас Сибгатулина и учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий лицея имени Лобачевского ВКФУ Сергей Михайлин. Учителем, подготовившим 100 бальников ЕГЭ в 2019 году, стал учитель химии лицея имени Лобачевского КФУ Ольга Романова. На базе Казанского федерального университета с 3 по 9 октября проходит слет молодежных клубов Русского географического общества. Его участниками стали представители Приволжского и Уральского федеральных округов. От Татарстана в мероприятии принимают участие представители регионального молодежного клуба Русского географического общества, а также молодежных клубов Русского географического общества, лицея имени Лобачевского ВКФУ и лицея номер 78 Казани. Тема слета в этом году – историко-культурное и природное наследие регионов России в молодежных проектах. 3 октября в Институте управления экономики и финансов ВКФУ состоялся бизнес-тренинг от компании «Акбар Страхование» для студентов второго курса, нацеленной на выявление и развитие деловых компетенций. Он прошел в формате игры, ключевой задачей которой является определение будущей профессии. Мы надеемся, что студентам очень понравится и почему мы начали со студентов второго курса, для того, чтобы они уже сейчас понимали, где им нужно в дальнейшем развиваться. В будущем для студентов это даст то, что они могут целенаправленно выбирать свой путь. То есть, если, к примеру, студент хочет стать управленцем, а на сегодняшний день у него какие-то коммуникативные навыки, управленческие навыки отсутствуют, он может уже на сегодняшний день понять, что ему в дальнейшем развивать. В Елабужском институте КФУ состоялось чествование ветеранов вуза. Проведение подобных встреч уже стало доброй традицией. Студенты порадовали участников встречи вокальными и хореографическими номерами. Юбиляры по традиции получили подарки от Елабужского института КФУ. В IT-лицее Казанского федерального университета отметили День учителя. Ученики выступили перед учителями с концертной программой. Лицейцы на сцене танцевали, играли на гитаре, показывали миниатюры и сценки о жизни учителей. В адрес педагогов звучали поздравления и слова благодарности. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока-пока.